здравствуйте всем привет из новосибирска с вами лариса и сегодня я буду печь постную ковришку с медом для этого нам нужно сахар 50 грамм вообще идет везде 100 150 грамм я всегда больше 50 не добавляю ну я из-за этого так вы можете сахар ложить как хотите просто у меня все пытаются на диете правильно поэтому ложа сахара минимально но можно еще меньше как хотите так сюда идет 3 столовые ложки меда вот я остаток здесь меда вот здесь 3 примерно ложки так около полутора стаканов муки 10 полтора стакана буду замешивать когда муку в эту тесто посмотрю не знаю так какого нужно здесь нужно будет достать 2 столовые ложки потом разрыхлитель чайная ложка немножечко ванилина и в тесто у меня идет у меня вот арахис и изюм это по 50 грамм у меня получилось я сделала ну и стакан тепленькой водички я буду в не растворять потому что все это дело и вот растительное масло 100 грамм здесь идет полстаканчик так сейчас выливаем воду сначала а потом туда сахар мед и растительное масло и все это я буду размешивать пока все не растворится особенно сахар с медом сейчас вот мед главное 3 столовые ложки это медовая коврижка так что сахара можно и вообще или не ложить или еще уменьшить она так бы сладко то что по рецепту вообще здесь идет сахара 100 120 грамм это вообще очень сладко будет учитывая что здесь мед потом еще идем добавится будет и так очень сладко так и сейчас хочу вот этой попробую сейчас надо главное растворить все а потом уже будем замешивать тесто там уже пойдет разрыхлитель ванилильчик какао и в конце мука и в самом конце уже пойдет орехи и изюм совсем в конце так главное растворить все здесь а дальше уже быстро делать ее совершенно прям легко быстро и и чай можно пить чай чтобы сахар потом растворился ванилин какао а потом уже разрыхлитель и муку какао две столовые ложки надо все как я поняла в пост можно очень хорошо кушать питаться ни в чем себе не отказывается очень много выпечки и когда пост закончится я все равно делаю основываюсь на этом добавляются просто яйца потом будет всякая сметана обезжиренная молочко не жирное если они используют просто основы еще будет там кефир а так все равно основу растительное масло будет мука и чернозерновая и отруби все это остается поэтому все это продолжится я не заканчиваю все эти дела только добавляю молочко а основа все равно как у постного получается все основывается на растительном масле стараюсь маргарин сливочное масло не использовать это очень тяжело переваривается растительное масло растительное масло растительное масло лучше усваивается и выпечка получается менее она такая потому что пекает высокой температурами как сливочное масло и маргарин не очень хорошо растительное намного лучше так сейчас ложку возьму так сейчас посмотрим что у нас будет тесто написано нужно сделать чтобы было как густая сметана сейчас посмотрим что будет да наверное так оно все все вылез сейчас посмотрим какое тесто будет если будет мало муки значит добавлю жидко мне не надо написано полтора стакана но это не всегда совпадает поэтому часто бывает что я еще добавляю потом исправляю все это в рецепте под себя делаю вот мне это жидко сейчас я буду все даже учитывая что если я сейчас сюда орехи положу все равно жидко что она добавлю еще будем смотреть сколько я добавляю еще потом прикину уже напишу в рецепте по другому может даже получится стакан 2 муки потому что здесь объем получается приличный учитывая что здесь стакан воды растворяется мед вот он тоже жидкость дает иначе будет запекаться будет плохо пропекаться надо чтобы оно такое текучее было такое чтобы не шлепалась а чтоб прям текучее но было такое более плотненькое он должен схватываться при выпечке значит очень жидко тоже плохо я думаю что два стакана легко можно писать а там еще смотреть будет очень вкусная я коврижков помню делала просто идет медовая еще с какао я думаю будет очень вкусная будет какао оттенять мед не так будет мед бросаться на вкус не все любят когда привкус сразу меда бьет а вот тут какао будет прям отбивать а вот тут какао будет прям отбивать очень вкусная я думаю вот так сейчас сюда вот орехи и изюм вот такое у нас тесто сейчас сразу форму буду форма я смазала правда что приготовила маленькую форму получилось в общем то вот такая приличная посмотрю наложу в эту форму посмотрю еще маленькую другую форму тогда сделаю все не буду в одну потому что пропекаться тяжело будет сейчас посмотрю как будет вот у меня такая формочка я ее смазала сразу маслицем я сейчас сюда буду вложить посмотрим вся уйдет не вся а может и вся может не так кажется сейчас посмотрим хотя наверное вся и уйдет мне кажется что много вот вот прям такой шоколад с орехом с изюмом сейчас я все это в духовку духовку у меня уже подогрелась там сейчас я это беру и все будут вот это я запекать сейчас в общем по рецепту идет около 40 минут ну посмотрим 180 градусов духовка все пойдем в духовку печь так вот я достала вот я вытащила из духовки еще очень горячая поэтому немножко подожду чтобы его достать весь испекся я оставила на 30 минут думала посмотрю буду еще добавлять нет 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 ровно 30 минут в аккурат готовы потом покажу когда достану как он получился ну вот я его перевернула отошел махом вообще прекрасно испекся нигде ничего не зацепилась смотрите как это создает сейчас я немножечко хочу присыпать чуть-чуть и все даже сильно не будут все все вот так вот получился красивенький пирог ну это называется конечно пирог коврижка ну все на этом все мое видео закончено всем приятного аппетита кушайте с удовольствием не поправляйтесь смотрите мои свежие видео с новыми рецептами всем пока пока спасибо